Девушки отдыхают Надежда Надеждиной, советской танцовщицей, хореографом и педагогом. Будущая звезда балетной сцены родилась в Прибалтике в интеллигентной семье. Мама – писательница Александра Бруштейн. Отец – Сергей Александрович, профессор медицины, основоположник советской физиотерапии. После школы Надя уехала в Петроград учиться у знаменитой Агриппины Вагановой. Талантливую артистку сразу же приняли в трупы Большого театра. В годы Великой Отечественной войны Надежда работала в ансамблях Сибирского военного округа. Создавала танцы для фронтовых бригад. Говорят, что именно в то тяжелое время зародилась идея «Березки» – нежного девичьего ансамбля, в котором отразилась бы сама русская душа. В 1948 году коллектив, созданный Надеждой Сергеевной, выступил на фестивале талантов в Москве. 16 молодых колхозниц из Калининской области вышли на сцену под песню «В ополе березка стояла». Зрители впервые увидели оригинальный плывущий шаг. Слава девичьего хоровода, ни на кого не похожего, разнеслась по всей стране. Вслед за первым хороводом балетмейстер поставила и другие номера. Карусель, сударушка, лебедушка, сибирская фьюита. Это были не просто танцы, а настоящие хореографические новеллы. Через несколько лет в «Березку» начали принимать и мужчин. Со временем появился и свой оркестр народных инструментов. Главным украшением и лицом ансамбля стала солистка Мира Кольцова. Режиссеры были восхищены ее красотой и пророчили ей карьеру артистки. Но девушка твердо решила – ее сердце принадлежит «Березке». После ухода из жизни Надежды Надеждиной она возглавила ансамбль и руководила им более 40 лет, вплоть до своей смерти. Своё последнее интервью Мира Кольцова дала нашему телеканалу. Если кто-то, пришедший к нам в ансамбль, что-то в жизни недополучил, то получал так много, чего недополучил в глубоком детстве. «Березка» – это сама по себе огромная книга, история нашей страны, прошлого, будущего, настоящего и, конечно, далекого будущего. Сегодня, чтобы попасть в коллектив, нужно не только хорошо танцевать, но и петь, да и сыграть на сцене любую роль. Где бы ни появлялся русский хоровод, его высочайшее мастерство всегда собирает полные залы. Творчество ансамбля «Березка» имени Надежды Сергеевны Надеждиной востребовано во всём мире. Мы находимся на гастролях большую часть времени, чем в Москве. Например, сейчас мы находимся на гастролях в Китае, а осенью у нас запланирован большой гастрольный тур по городам Сибири. С 2000 года ансамбль «Березка» носит имя своего создателя – Надежды Сергеевны Надеждиной. Здесь по-прежнему чтут традиции легендарного балетмейстера. Но «Березка» – это не только талантливые исполнители. Это большой, сложный организм – более ста человек. Педагоги, администраторы, художники по костюмам. И от работы каждого зависит общий успех. Секрет долголетия ансамбля – в преданном служении нашему делу, русскому народному танцу. В этом вся наша жизнь. И это касается не только артистов ансамбля. Этим живёт весь коллектив, вся административная часть. Уникальность ансамбля – не в шаге костюмах или трюках. Уникальность – в состоянии русской души, в сохранении и продвижении русской культуры, в высочайшем профессионализме, а самое главное – любви к родине. Ансамбль признан национальным достоянием России. Меняются поколения артистов, но легендарный плывущий шаг девичьего хоровода неизменно покоряет сердца зрителей во всём мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА